Команда сайта V1.ru протестировала, пожалуй, самую необычную машину за всю историю проекта. Это не автомобиль и не трактор. Это подметально-вакуумная машина Bucher CityCat. Или в переводе на русский городская кошка. Пылесос на колесах. Это машина, которая специально сконструирована для уборки в городских условиях. Она маневренная, она высокоэффективна и с низким уровнем шума. Принцип работы городской кошки достаточно прост. Весь мусор, который попадается на пути машины, ловко сметают трещотки и две лопаты. Затем мощный пылесос засасывает весь хлам в специальный бункер, где мусор прессуется в валики. К слову, машина оснащена водной системой пылепоглощения замкнутого типа. То есть вся пыль оседает в бункере. Bucher CityCat может работать в разных плоскостях. Одной щеткой убирать тротуар, другой всасывать мусор на обочине. Городская кошка – универсальный автомобиль. Машина работает даже в очень людном месте. И что особенно актуально для Волгограда – не только летом, но и зимой. У нее есть специальные насадки, которые позволяют убирать также снег зимой. У нее есть разбрызгиватели, которые позволяют распределять реагенты для устранения гололеда. Двухместная кабина оснащена всем необходимым для комфортной работы. Центральное место занимает пульт управления компьютером. Он позволяет задать три режима работы машины. Органы управления механизмом расположены справа. Это чтобы лучше видеть и качественнее убирать. Ночью все светится, все лампочки светятся, не ошибешься. Настолько приспособлен для человека, для управляющего, так скажем, этой техникой. Очень удобно. Гидравлика облегчает на ступку. Все легко поворачивается. Кнопочки легко нажимаются. Послушные. Очень послушные. Одна эта машина, отмечают специалисты, заменяет сразу несколько более привычных уборочных автомобилей. По заказу зеленхоза мэрия Волгограда закупила два таких агрегата. Обе городские кошки будут убирать улицы, скверы и парки центрального района Волгограда. Насколько швейцарская техника окажется надежной и приспособленной к суровым условиям волгоградской эксплуатации, покажет время. Субтитры создавал DimaTorzok